Здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы находимся с вами в Российской государственной библиотеке, это национальная библиотека Российской Федерации, в ее историческом здании в одном из самых, наверное, красивых сооружений архитектурных Москвы, Доме Пашкова. На сегодняшний момент в Доме Пашкова располагаются отделы Российской государственной библиотеки, отделы рукописей, нотно-музыкальный отдел и отдел картографический. Находимся мы непосредственно, наверное, в сердце библиотеки, это каталожная комната отдела рукописей, место, где 25 лет трудился известный русский философ, космист Николай Федоров. Сам Федоров огромное значение придавал вообще родовой и семейной памяти, и образом отцов и предков, прежде всего родителей. Он даже говорил, душа человека не табула раса, не листь чистой бумаги, не мягкий воск, а две биографии отца и матери, слитые в один образ. Поэтому, конечно, очень важно сказать, что сам он был потомком древнего княжеского рода князей Гагаринах, которые записали себя такими золотыми буквами в историю русской культуры, потому что его дед Иван Алексеевич Гагарин и отец Павел Иванович Гагарин, они были знаменитыми театральными деятелями и, собственно, заложили основу театрального дела в России. Николай Федоров не унаследовал родового имени, он был внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина, но воспитывался он в семье отца. У него было еще трое братьев и сестер, и воспитывался он в селе в имени Ключи, это Рязанская область, а бывшая тогда Тамбовская губерния, удивительное место средней России. Когда вы туда приезжаете, вы видите огромные пространства, поля, леса, деревни, храмы, горизонт, который виден, открытый горизонт, который виден на все четыре стороны света, и начинаешь понимать, откуда рождается его философия, его философия общего дела, его философия космизма, потому что огромные эти пространства, они как бы нудят какому-то выходу за их пределы, какому-то расширению человека за пределы этого огромного мироздания. Достоевский много говорил о значении впечатлений детства для человека, и вот у Фёдорова были такие впечатления детства. Одним из глубиннейших впечатлений было это ощущение пространства. Мы знаем все с вами вопрошание Гоголя в Мертвых душах, Русь-Русь, что пророчит сей необъятный простор, здесь ли не родится богатырю, когда есть где разгуляться и пройтись ему. И вот Фёдоров, видя эти пространства, как бы отвечает, ответит потом на вопрошание Гоголя. Шире русской земли способствует созданию богатырских характеров. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига. То есть идея выхода человечества в космос, освоения огромного межзвездного пространства, мысль о человеке как созидателе и творце не только земного бытия, но и бытия природно-космического, она рождается здесь. Вторая идея рождается из глубиннейшего переживания неродственности, небратства и страдания человека в мире. Вот Фёдоров, когда он уже был пожилым человеком, в его бумагах после его смерти нашли такой маленький листок, в котором было написано, о детских лет сохранилось у меня три воспоминания. Помнил я, видел я черный причерный хлеб, которым питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал с детства объяснение войны на мой вопрос о ней, которое привело меня в страшное недоумение. На войне люди стреляют друг в друга. И, наконец, узнал я о том, что есть и неродные, и чужие, что сами родные, неродные, а чужие. То есть голод, смерть, неродственность. Три фундаментальных переживания, три фундаментальных бедствия человечества, из которых, собственно, и рождается его философия преодоление этих природных бедствий, преодоление смертности, его философии общего дела. Фёдоров первоначально ничем его жизнь не отличалась от, так сказать, жизни любых других княжеских и дворянских детей. Он учился в Шацком уездном училище, потом в Тамбовской гимназии, потом в Ришельевском лицее в Одессе, привилегированном учебном заведении для дворян. А потом происходит та внешняя катастрофа, которая, собственно, и высекает из него вот эту главную искру его учения. Умирает его дядя Константин Иванович Гагарин, на деньги которого Фёдоров вместе со своим братом Александром учился в Ришельевском лицее. И вот смерть дяди, она и рождает в нём, высекает из него эту искру понимания. Человек, как существо смертное, и единственное существо в природе, которое не просто смертно, но и свою смертность сознаёт, должен стать победителем смерти. Это существо, которое призвано к бессмертию, призвано к преображению и самой своей природы, и всего бытия этого мира. И вот тогда начинается совсем другая жизнь. Два года выпадает из его биографии. Многие считают, что он в это время странничает по России, может быть, как вот эти вот калики-перехожие, искатели царства правды. А потом он становится учителем. А он закончил Ришельевский лицей? Нет, он не закончил Ришельевский лицей, собственно, он был автодидактом. Он был человеком, который свои знания добывал сам. И это очень был важный принцип его педагогической деятельности. После того, как он два года странничает по России, он 14 лет преподает историю и географию в среднерусских уездных училищах. И всегда будет говорить о том, что это два предмета, формирующих мировоззрение человека. География говорит нам о земле как о жилище человеческого рода, история же о ней как о кладбище. То есть география открывает нам землю, а история открывает нам прошлое, открывает нам человеческую память, открывает нам родовую историческую память. И третий предмет очень важный, который Федоров тоже полагал в основе обучения, это астрономия. Астрономия открывает нам мироздание. Астрономия открывает человеку то, что он сам не какая-то, так сказать, затерянная песчинка, а что он существо, развернутое многоликому универсуму и отвечающее за него. И вот Федоров эти три предмета полагает в основе обучения. Главный его принцип образования, это принцип активности человека в процессе познания. Вот в Федоровской антропологии, то есть в его учении о человеке, тема активности занимает ключевое место. Для него человек существо, активно творчески действующее в мире. Когда он будет обосновывать свое учение с христианской точки зрения, он скажет, что Бог создает человека по своему образу и подобию. Господь сотворил весь этот огромный мир, то есть Бог он творец по своей природе. Человек сотворец, человек существо, которое как бы продолжает в мире дело Божьего творения. И не случайно Федоров обращает наше внимание вот к первой христианской, к первой заповеди, которую Бог дает человеку, заповедь обладания землей, устроение этого огромного мира. То есть человек творческое существо. Более того, Федоров говорит о том, что человек творческое существо даже по своему бытийному, онтологическому положению, в отличие от всех других природных существ, природа ничему ему не дала, ни когти, ни клыков, ни шерсти. То есть он все вынужден добывать сам. Для того, чтобы выжить в природе, он должен включать свой разум, он должен включать свою способность в целеполагание, он должен включать свою творческую способность. И это самое главное. И вот человек существо обучающийся, значит, школа и образование это то, что, собственно, делает, воспитывает из человека творческую, активно действующую и ответственную за мир личность. И вот именно на этом он строил образование. Поэтому он не очень любил готовые книжные знания, знания, которые мы получаем на лекции или просто читаем в учебнике. Он говорил, что знание должно добываться нами самим. И вот он со своими учениками занимался этим добыванием знаний. То есть первые сведения об истории они получали из истории родного края, первые сведения об астрономии из наблюдения звездного неба, первые сведения о географии из изучения места. И для Федорова это было очень важно, потому что такое знание он считал глубинно-личностным знанием. то есть это знание, которое сопряжено с памятью и любовью к родному краю. И поэтому его принцип формирования миросозерцания человека, это восхождение от отечества ведения, от изучения малой родины, любви к родному краю, и к истории своей семьи, потому что генеалогические исследования истории своего рода, и познание самого себя как бы в отцах и через отцов, Федоров считал очень важным для становления личности к уже истории отечества и дальше к истории человечества. Значит, 14 лет Федоров проработал учителем, воспитывая в своих учениках еще такое особое как бы родственное отношение и друг к другу, и к учителям, и отношения родственные учителя к ним. Учитель доброй души свою полагает за детей, говорил он, перефразируя знаменитое евангельское выражение Христа о пастыре добром. А потом он приезжает в Москву. Ну вот, наверное, я думаю, что само место сподвигает нас к тому, чтобы мы поговорили о Федорове как о философе книги, философе культуры, философе библиотеки. Да, и мы с вами сейчас, находясь в сердце Румянского музея, мы как раз можем говорить о Федорове как философе книги, памяти и библиотеки. Вообще категория памяти в его философии является стержневой, потому что память как волевой, активный творческий акт, как потребность человека связывать цепь времен, она присуща именно человеку, она делает его. Более того, память для Федоровой личностно окрашена, она связана с переживанием утрат, с переживанием смертности. И, собственно, он даже говорил о том, что вся человеческая культура это есть попытка мнимого воскрешения. Человек по физической необходимости укладывает умершего в землю, по нравственной восстанавливает его в виде памятника, лирика рождается из погребальных надмогильных плачей, человек пишет историю, запечатлевая события прошлого, чтобы они остались для ныне живущих и для потомков. То есть в своей человеческой культуре человек постоянно пытается остановить время. И вот есть те учреждения в культуре, которые как раз связаны с памятью и со стремлением человека сохранять эту память. Это как раз музеи, библиотеки и архивы. И вот этим учреждениям Федоров придавал ключевое место в культуре. У него вообще особое было отношение к библиотеке. Его сослуживцы, современники, которые работали вместе с ним в библиотеке Московского публичного и Румянского музеев, они говорили о том, что это не была просто служба, это было служение в высоком смысле этого слова, потому что для Федорова он называл библиотеки книга-хранилище души-хранилищами. Вот за каждой книгой, которая стоит в библиотеке, для Федорова скрывается человек. Вот мы здесь держим в руках его философия общего дела, которая была издана учениками уже после его смерти. Так вот сам Федоров запечатлел себя вот в этой философии общего дела, он запечатлел себя как мыслитель, как философ, как деятель культуры, как библиотекарь. И вот так вот за каждой книгой скрывается человек с его мыслями и чувствами. Более того, библиотека — это не просто хранилище памяти, для Федорова это еще центр познания и исследования. Библиотека интересна тем, что она есть воплощение как раз такого, если хотите, творческого консерватизма. То есть, с одной стороны, она есть хранилище прошлого, она помогает человеку не забывать о прошедшем и связывать все времена, а в то же время она обращена к будущему. И Федоров говорил о том, что вообще библиотеки должны стать центрами такого музейно-библиотечного самообразования. Как раз человек, приходя в библиотеку, в отличие от университета, где он получает некое готовое знание на лекции, в библиотеке он становится исследователем, он сам начинает изучать тот или иной вопрос. И тут очень важна роль руководителя, Вергилия, читателя в процессе обознания, которым является библиотекарь. И Федоров сам был таким Вергилием читателя, когда приходили в библиотеку люди для занятий каких-то, так сказать, изучения того или иного предмета, он по их запросам понимал весь тот круг тем, которые их интересуют, и он стал сам приносить им книги. И те книги, которые наибольшим образом отвечали как раз на этот поставленный вопрос. Более того, Федоров говорил о необходимости привлекать в библиотеки специалистов по разным отраслям знаний, чтобы они тоже стали консультантами, так сказать, занимающихся в библиотеке. И делал эту работу. В этом смысле можно сказать, что Федоров нарисовал как бы некий новый образ библиотеки, образ библиотеки будущего, как такого центра, так сказать, познаний, исследований, творческой деятельности человека. И это очень интересно. И Федоров сумел в библиотеке, вот практически вот в том помещении, где мы сейчас с вами сидим, создать философский кружок. К нему приходили и Соловьев, и Толстой сюда. Да, и Афанасьев, и Николай Скрасов. То есть вообще библиотека была таким философским центром тогдашней Москвы. И это тоже, кстати, в некотором смысле пророчество о будущем, потому что мы знаем, что сейчас современные библиотеки тоже являются такими и философскими, и культурными центрами. У нас даже есть такое понятие культурный центр. Библиотека как культурный центр, центр памяти того или иного человека. То есть Федоров очень многое предвосхитил вообще в будущем библиотеки. Даже если сейчас вы спросите меня о том, как бы он отнесся к современной библиотечной форме. Да, вот интересно, что бы он мог сказать, увидев электронную книгу. Да, увидев электронную книгу. Вы знаете, я думаю, что он сказал бы о том, что здесь мы как раз получаем какой-то совершенно новый прорыв в плане хранения памяти. Вот сейчас Российская государственная библиотека является оператором национальной электронной библиотеки. Создается фактически электронный ресурс, который кумулирует, должен в конечном итоге, в перспективе, как сказал бы Федоров, вобрать в себя все книжное знание России. И это потрясающе. То есть целый ресурс не упустить ничего из памяти, ничего не упустить из наследия. Дать возможность при подключении к НЭБу малых и больших библиотек России из любой точки, так сказать, земного шара и самого забвенного села получить доступ ко всему книжному знанию наследия. Это совершенно замечательно и прекрасно, что именно Российская государственная библиотека является оператором НЭБа. Но Федоров бы сказал о другом. Он бы сказал о том, что в перспективе вот эта национальная библиотека России, она должна начать взаимодействие с национальными библиотеками других государств, чтобы была когда-нибудь создана всемирная электронная библиотека, которая как раз всю эту память человечества, личностную, творческую, духовную, культурную, соберет. И тогда человек уже не будет Иваном, не помнящим родства, не будет тем самым блудным сыном, который отрисает прах прошлого и прах своих отцов с ног своих, а станет ответственным творческим деятелем в мироздании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok